МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Брянская губерния информационная программа события в студии Александр Новиков. Здравствуйте! Коротко о некоторых темах этого выпуска. Предварительный отбор, кто достоин звания партизанской славы, решает правительственная комиссия. Город, поселок, село и населенный пункт партизанской славы. Претендентов на это звание 11, однако правительственная комиссия может выбрать всего 4. Неделя книги. В Брянске проходит всероссийская акция, посвященная детской и юношеской литературе. На праздники были награждены самые активные юные читатели в Брянской области. Сильный духом брянские росгвардейцы приняли участие в фестивале, посвященном Дню войск нацгвардии. Соперниками брянцев были участники со всего Центрального федерального округа. В режиме диалога. Улучшение качества медицинского обслуживания, ремонт дорог и ввод в оборот необрабатываемых земель сельхозназначения. Эти вопросы стали ключевыми на встрече губернатора Александра Богомаза с руководством Жирятинского района. Коротко и о самом главном. Обеспечение жильем детей-сирот, установка уличного освещения, увеличение производства сельхозпродукции. Сразу несколько важных для Жирятинского района показателей и все, что называется со знаком плюс. С этого начинает доклад руководства района. Ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. И здесь, отмечает губернатор, тоже динамика положительная. Самое главное то, что я смотрю, что земля у них почти вся пашется, сеется. Ну, конечно, там еще надо вам позаниматься. Ну, мы сейчас занимаемся. На особом контроле вопросы медицины. В 2017-м в целях повышения качества медицинского обслуживания Жирятинскую больницу присоединили к Брянской ЦРБ. Сегодня в Жирятина медпомощь населению оказывают 10 врачей. А потому кадровый вопрос актуален. Задача то, какая стояла, чтобы были ФАПы, было филиал Брянской ЦРБ. Где люди должны приходить, оттуда приезжать врачи, тех, которых не доставало. Там всегда врачи не доставало. Не доставало, да. Не доставало. Вот. Определенные дни принимать, выявлять и дальше направлять, если нужно, дальше. Или в Гринническую больницу, или в нашу центральную больницу Брянска. То есть должно качество улучшиться. А не просто, что там есть главный врач, он находится, зарплату получает, и ничего люди не получают. Мы же сегодня должны работать на людей, а не нероден, единиц. Врачей нету, услуг делать мы не можем, но зато у нас есть всеуправляющие штабы. Вот это не должно быть. В этом году ситуация на Укорне изменится. Не было детского врача. Теперь взяли, девочка пришла, она нормальная. Значит, врач в общей практике пришла, но она, живя-то, она не захотела квартиру, значит, в Леничево ей купили. Кроме того, в этом году для врачей руководство района планирует приобрести три двухкомнатных и одну трехкомнатную квартиру. Постоянно на связи местные власти и со студентами, которые в настоящий момент получают образование в ведущих медицинских вузах страны и, вероятно, вернутся работать на родину. Таких ребят в районе 14. Еще одна тема встречи – фельдшерско-акушерские пункты. Благоустройство территории, ремонт дорог, экономическое развитие района. Эти темы на встрече также оказались в центре внимания. Кристина Пресхилова, Иван Зюрев, События Брянск. Кому может достаться звание город, поселок или село партизанской славы? Из 11 заявленных участников правительственная комиссия области выдвинула четырех претендентов. Как проходит предварительный отбор, смотрите далее. Салтановка Навлинского района борется за звание села партизанской славы с 2015 года. Не по всем критериям подошла, однако на этот раз селяне верят, все учли и достойны войти в итоговый список. На предыдущих заседаниях комиссии предыдущие годы были определенные замечания. В этом году мы их устранили. И, скажем так, это будет достойная оценка для жителей села Салтановка, где каждый из них от мала до велика сражался с врагом. Будь это в партизанских отрядах, в подпольных организациях, на фронте и в тылу. Среди претендентов город Новозыпков, село Салтановка Навлинского района, село Верхополье Карачевского района, село Игритское Камарического района, село Витемля Пагарского района, поселки Бытош Дядьковского района, Дубровка Дубровского района, Рогнедино Рогнединского района, деревни Стеклянная Радица Брянского района, Липки Унечского района и Старокрасная Слобода Почевского района. Представители районов рассказывают о подвиге дедов и прадедов своей малой родины. Истории городов и поселков участников схожи. Это подрывы партизанами, мостов, линии телефонной связи. Это зверства фашистов и сотни жертв среди мирного населения. Но членам правительственной комиссии важна не только героическая история, но и то, как ее помнят и чтут. Наиболее главным является на сегодняшний день количество и содержание мемориальных комплексов, памятников воинских. То внимание, которое уделяется сегодня патриотическому воспитанию, уходу за этими вещами. Это, наверное, ключевые вещи. На заседании отметили, воевали все и все достойны высокого звания. Но есть очередность и зависит она от отношения к подвигам предков. По итогам правительственная комиссия сделала свой выбор. Четверо лучших по категориям город, поселок, село и населенный пункт партизанской славы будут рекомендованы губернатору. Затем глава региона внесет предложение в областную думу. И уже в апреле парламентарии рассмотрят кандидатов и присвоят почетные звания. Кому они достанутся, мы узнаем ближе к Дню Великой Победы. Андрей Мамошин, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Брянские коммунисты попытались поддержать решение московского руководства КПРФ. Главный лозунг пикетов – защитим социально-экономические права граждан. Привлечь удалось немногих. В Бежице в акции приняли участие чуть больше десятка человек, в Володарском районе – 25. На площади революции в Советском районе оппозиция смогла мобилизовать лишь около 30 своих активистов, часть из которых откровенно ждала окончания акции. На призывы проголосовать многие просто ленились поднимать руки. Масштаб митинга можно наблюдать на съемках с воздуха. На фоне растяжки о новом цирковом представлении итальянских клоунов, брянские коммунисты попытались завлечь жителей города громкими лозунгами. Тем не менее, с каждым разом количество участников акций КПРФ продолжает стремительно уменьшаться. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром в районе автовокзала в Брянске. Четыре человека погибли, двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Подробности этого ДТП нам расскажет инспектор отдела ГИБДД ОМВД России по городу Брянску, майор полиции Елена Кукатова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. 25 марта около половины шестого утра в районе дома номер 61 по улице Красноармейской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, после чего допустил наезд на стационарный пункт полиции. От столкновения автомобиль Chevrolet отбросила на находившийся позади автомобиль Renault Logan. В результате дорожно-транспортного происшествия водители трое пассажиров автомобиля Hyundai погибли. Еще один пассажир автомобиля Hyundai, а также водитель и пассажир автомобиля Chevrolet госпитализированы с тяжелыми травмами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза. Спасибо, Елена. О крупном ДТП нам рассказала инспектор отдела ГИБДД у МВД России по городу Брянску Елена Кукатова. А на связи с нами старший помощник прокурора области Ирина Лачко. Она расскажет о мерах прокурорского реагирования. Прокурор Брянской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли 4 человека. Кроме того, Александр Войтович поручил прокуратуре города Брянска дать оценку деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере организации дорожной деятельности и безопасности транспортного обслуживания населения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 25 марта – День работника культуры. В преддверии праздника в Брянской городской администрации наградили 50 лучших представителей сферы искусств. Художественные руководители и артисты – сотрудники библиотек и дворцов культуры. Искусство они считают своим призванием. Каждый в этом зале – признанный профессионал своего дела. Вы в жизни города играете огромную роль. Вы несете людям тепло, радость. У нас впереди в этом году много разных событий, в том числе и День города. И ничуть не сомневаюсь, что вы и ваши творческие коллективы, конечно же, примут активное участие в этом мероприятии. Восхищаемся вашими успехами, теми наградами, которые ваши коллективы вы привозите в город Брянск. Огромное спасибо за то, что вы делаете эту работу ветеранам, за то, что вы не предали свое любимое дело и принесли это через всю жизнь. В четырех номинациях были выбраны 50 лучших работников культуры и искусства. Каждый награжден сертификатом на сумму 30 тысяч рублей. Среди лучших руководителей – Ольга Архипова, заместитель директора Дворца культуры имени Медведева. «Отдыхать некогда, но мы все это с радостью делаем. Устаем, но когда выходишь на сцену, для того, чтобы дарить людям радость и праздник, забываешь обо всем». Вручение наград лучшим работникам культуры проводится уже в девятый раз. За это время было выдано более 450 сертификатов. Валерия Бурносова, Александр Жучков. События. Брянск. 3 тысячи завершенных дел, 40 миллионов рублей штрафов. В марте Федеральная антимонопольная служба отмечает свое 15-летие. Об итогах работы, крупных нарушениях и нововведениях в антимонопольном законодательстве рассказал журналистом руководитель Брянского отделения Сергей Ведерников. За 15 лет в Федеральной антимонопольной службе произошли изменения. Вышли новые законы о защите конкуренции и закупках. В рекламе стало больше запретов и ограничений. Все для защиты потребителя. Что касается деятельности Брянского ФАС России, за 15 лет рассмотрено около 3 тысяч дел по законодательству. Я имею в виду те дела, по которым мы признали нарушение. Их на самом деле больше было рассмотрено. Вот наложенных штрафов около 40 миллионов рублей. Одно из самых громких дел крупная компания, занимаясь страхованием автогражданской ответственности, навязчиво предлагала застраховать жизнь, здоровье и имущество. За что и была наказана. Клиенты ФАС и недобросовестные чиновники. Было выявлено три случая сговора представителей власти с крупными компаниями. Реклама здесь нарушают много. Навязчивые рассылки, умалчивание о противопоказаниях, некорректные данные. Этим часто грешат банки, рекламируя кредиты. Когда все остальные условия прочитаешь, договоры, влияющие на процентную ставку, получается, что процентная ставка намного выше, нежели чем они написали. Теперь антимонопольные органы нарушителей сразу не наказывают. В 2014-м произошла реформа. То есть мы в основных своих статьях, которые связаны с нарушениями антимонопольного законодательства, нормы запрещающие, мы сразу дела не возбуждаем. Мы сначала выдаем нарушителю предупреждение, даем ему короткий срок, чтобы он его исправил. В антимонопольной службе напомнили штрафы за нечестную конкуренцию, сговор и другие нарушения составляют до 4% от оборота компаний-нарушителя. Александр Новиков, Екатерина Пормон, Александр Жучков. События. Брянск. В Брянской торгово-промышленной палате прошел семинар «Контроль качества в производственном процессе». Лекцию провел Хирума Ясуо, ведущий консультант крупной японской машиностроительной корпорации и малого и среднего бизнеса. Хирума Ясуо десятки лет проработал на машиностроительном предприятии. Его деятельность была в основном связана с кайдзеном – непрерывным совершенствованием производственных процессов и запуском производства. «Первый шаг при разработке какого-то товара или продукта – это исследование рынка и потребностей потребителя, которое потом должно быть отражено уже в разработке продукта». Хирума Ясуо поделился секретами японской философии и традиции, рационализмом, простотой по-японски, а также рядом инструментов и техник. И показал конкретные примеры из собственного опыта. «Опыт какого-то японского коллеги и позволит это сделать, потому что коллега реальным практиком, который участвовал в создании предприятий и их работе. И поэтому сегодняшняя информация будет нами доведена полностью до всех предприятий промышленных в полном объеме. И это, безусловно, поможет нашим предприятиям шагнуть вперед». Послушать и задать вопросы пришли представители более 60 брянских предприятий. В завершении лекции каждому выдали сертификат. Игорь Умаров, Анатолий Чкрыгин, События Брянск. Сильный духом и телом брянские росгвардейцы приняли участие в фестивале, посвященном Дню войск Национальной гвардии, который прошел в Москве в спорткомплексе «Лужники». На этом мероприятии побывал мой коллега Игорь Умаров. Он сейчас со мной в студии. Игорь, здравствуй. Здравствуй, Саша. Кто был соперником нашей команды? Брянцам противостояли лучшие сотрудники и военнослужащие со всего Центрального федерального округа. Игорь, скажи, какое впечатление, какая атмосфера царила на стадионе? Что тебя лично впечатлило? Атмосфера была абсолютно праздничная. Люди гуляли, улыбались, смотрели на выступления росгвардейцев. И, кстати, там было на что посмотреть. Один из бойцов смог сдвинуть газон, большую грузовую машину, за 26 секунд. Кроме этого были выставки, на которых можно было посмотреть и потрогать настоящее оружие, которое состоит на вооружении Национальной гвардии. Ну и, кроме того, была техника. Это редкая возможность посидеть за рулем такого монстра, как газ-тигр. А все подробности я расскажу в своем репортаже. С декабря прошлого года регионы выбирали лучших и сильнейших росгвардейцев, чтобы отправить их на финал в Москву. Терпи, терпи, чуть-чуть, еще, 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 еще. Давай, 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 давай. Стоп. 26 секунд, это лучший результат. Камеру смотрим. Вот такие должны быть бойцы, это будущее России. И сейчас на более чем 25 площадках в различных секторах спортивного комплекса будут проходить финальные соревнования и игры. И по спортивным направлениям дисциплины, и по направлениям культуры. Брянские росгвардейцы со спортом знакомы давно. Алексей Ткачев с детства занимался вольной борьбой. Затем перешел на гиревой спорт и посвятил ему 7 лет. Готовился к этим соревнованиям и к общероссийскому старту. В целом выступлением довольны, доволен. Перекатывание покрышки – дисциплина, которая демонстрирует взрывную силу, гибкость и выносливость. На фестивале ее выполняли команды из двух человек. Кроме 15 спортсменов, за Брянскую область выступила и настоящая спортивная семья. Как поженились, так мы вместе все и занимаемся. Все делаем. Не только спорт, все делаем вместе. В это время на главной аллее спорткомплекса развернулись палатки с выставками об истории, культуре и достижениях своих областей. Наш регион представил экспозиции музеев «Партизанская поляна» и «Краеведческого», посвященные Великой Отечественной войне. Вместе с этим лучшие производители Брянской области представили свою продукцию. Для гостей фестиваля работала полевая кухня, где можно было попробовать солдатскую кашу. Работали выставки вооружения и военной техники. Гостям предлагали подержать в руках оружие, состоящее на вооружении Национальной гвардии, а также посидеть за рулем настоящего газ-тигр. На этом фестивале мы показываем достижения нашей Брянской области и управления Росгвардии, которые мы достигли за период существования с 2016 года. Наши сотрудники и военнослужащие достойно представляют нашу область, участвуют в спортивных соревнованиях. Участие в данном фестивале позволит существенно повысить престиж службы в войсках Национальной гвардии, а также уверенность наших граждан в том, что их безопасность находится под надежной защитой. Когда все состязания остались позади, пришел черед награждения. Брянская область заняла третье место в гиревом спорте и в перекатывании покрышек, а на кулинарном поприще взяла золото. Мы заняли первое место среди 10 команд. Мы гордимся, что представляли сегодня Брянскую область и выступили достойно на данном фестивале. Завершился фестиваль большим концертом и награждением победителей в Государственном центральном концертном зале «Россия». Игорь Умаров, Максим Кузнецов. События Москва. Больше тысячи брянцев обратились за бесплатной юридической помощью. Ассоциация юристов России проводит такие консультации ежеквартально. Какие вопросы волнуют жителей нашего города, расскажем в нашем следующем сюжете. Имущественные споры, защита прав потребителей, семейное право, спектр вопросов, которые требуют грамотных правовых разъяснений, огромен. В день оказания бесплатной юридической помощи жители Брянска смогли получить подробные консультации от практикующих специалистов. Практикующие юристы, адвокаты, нотариусы, помощники нотариусов, ну то есть весь спектр профессий юридической специальности бесплатно оказывают населению юридическую помощь, консультируют, составляют какие документы правового характера. При поддержке Ассоциации юристов России в нашем городе открыто три правовые клиники на базе Брянского госуниверситета, филиала Академии народного хозяйства и Института управления и бизнеса. 324-й федеральный закон гарантирует бесплатную юридическую помощь 18 категориям граждан. В первую очередь это малообеспеченные граждане, инвалиды 1-й и 2-й групп, герои Советского Союза, социалистического труда и иные категории, нажрожденные высокими правительственными наградами. А также лица, которые находятся в чрезвычайных ситуациях, пострадавшие от них, несовершеннолетние. Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи проходит ежеквартально, так что у брянцев еще будет возможность получить правовую помощь. Елена Лыщицкая, События Брянск. В Брянске проходит книжкина неделя. Всероссийская акция, посвященная детской и юношеской литературе. В библиотеках города маленьких читателей ждут мастер-классы, квесты и фестивали. На торжественном открытии недели детской книги побывала Валерия Бурносова. В зале Дворца детского и юношеского творчества сотни юных читателей. Торжественное открытие книжкиной недели, праздника детской и юношеской литературы. Они идут дорогой трудной, волшебный город изумрудного города. До Александра Волкова в этом году исполнилось 80 лет. Но повесть своей популярности у детей не теряет. Также среди юбиляров Муха-Цокотуха и Старик Хатабыч. Юные читатели с полуслова отгадывают названия любимых книг. Я думаю, что в зале сидят настоящие читатели. Замечательные ребята. Я думаю, что все сегодня здесь не случайно. И действительно, любая книга, а тем более интересная книга, это открытие, это как верный, надежный друг. В течение недели маленьких читателей ждет масса мероприятий, мастер-классы и квесты, книжные фестивали и конкурсы. В этом году нам Брянская городская администрация выделила 2 миллиона рублей на приобретение новой детской литературы. И мы в этом году получим более 15 тысяч новых детских, современных книг. На открытии книжки на неделе были награждены лучшие юные читатели города. Как только начнешь читать, тебя начнет захватывать и все. Пока не прочитаешь, не сможешь остановиться. Я считаю, что книга это самая лучшая вещь для понятия окружающего мира. Неделя детской книги продлится до 29 марта. Узнать полную программу мероприятий можно на страницах библиотек в социальных сетях. Валерия Бурносова, Александр Жучков, События Брянск. Какие люди в Голливуде? Оздоровительный лагерь «Березка» на один вечер превратился в площадку для кинофестиваля. Команды школьников показали зрителям и жюри свои работы. Подготовка к кинофестивалю идет полным ходом. Красная ковровая дорожка «Оскар Секьюрити». Лагерь «Березка» на один вечер превратился в Голливуд. Это инициатива школьников, которые побывали во всероссийских детских центрах, видели определенные формы проведения подобных мероприятий и решили уже на территории Брянской области поучаствовать в конкретном мероприятии и организовать его. Более 15 фильмов, 5 номинаций, более 200 зрителей. Это первый региональный кинофестиваль российского движения школьников. В сентябре этого года я побывал на смене российского движения школьников в ДЦ «Океан». И у нас проходил детский кинофестиваль. И я загорелся этой идеей. И давно не было в Брянской области таких событий. И решил, что пора, пора создать что-то подобное. В фильмах темы, волнующие подростков. Добро и зло, непонимание родителями, достижения и мечты. Я скормил себя устоем, как так. Быть хорошим для всех, где любви не на два. По норожку успех, коленом и бардак. Год и ничего не стоит, коль кому-то отдал. Отец привил ему любовь в спорте. И, собственно, несмотря на все жизненные преграды, которые у него получались, он все преодолевал и добился успехов. Подготовка заняла в районе недели. Съемочек дней было где-то три. Начинающие режиссеры и продюсеры признаются, совмещать занятия киноискусством и учебу было непросто. Монтировали и снимали даже ночами. Вспомните, сколько раз вы совершали добрые поступки. Задумайтесь над этим вопросом. Остаться просто зрителям нашей съемочной группе не удалось. У школьников было много вопросов о канале «Брянская губерния». Шеф-редактор Вита Семенчук и корреспондент Екатерина Пормон ответили на них и рассказали о новых проектах. Екатерина Тишина, Екатерина Пормон, Владислав Пескунов. События. Брянский район. С 22 марта по 1 июня в Брянской области введен запрет на ловлю рыбы. Ограничение связано с началом нереста и действует в 10 южных и юго-западных районах. С 1 апреля оно будет распространяться на все водоемы региона. Во время нереста рыбакам можно ловить только с берега и исключительно на удочку. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Это были новости на телеканале «Брянская губерния». Спасибо за внимание. До скорой встречи.